продолжается ремонт Husqvarna 136. особенность в том что для того чтобы поршень поменять нужно снять все полностью. от корпуса не отделяется. нужно снять в том числе и сцепление. сцепление снимается таким образом нужно вот такую веревочку с узелками запихиваем опускаем поршень и запихиваем туда полностью веревочку. после того как запихнул туда веревочку теперь в обратном в обратной последовательности левая резьба вставляем ключ. это может быть просто ключ от болгарки. зажимаем аккуратно. если надо большие усилия и в сторону закручивания откручиваем. здесь еще есть подшипник. правильно все складываем. чтобы не забыть последовательность. еще здесь два винта и открываем эту крышку. теперь когда открутили эти два винтика это крышка масляного насоса. теперь уже двигатель можно вместе с магнета снимается. тут видно поршень черный. газы пробивали. вытаскиваем веревочки. и все. теперь разбираем поршневую. нужно открутить. здесь у нас винты со звездочкой. откручиваем и вынимаем коленвал с шатуном и поршнем. открутил и винты. видно причина почему была проблема с холостым ходом. если кольцо еще нормально. но во-первых телепается. так в зазоре здесь. во-вторых есть задиры. и в этих задирах проходила проходили газы. поможет ли в данной ситуации если посмотреть то не видно чтобы были большие проблемы с зеркалом. смена поршня и колец в принципе должна помочь по установлению данной линзопилы. сейчас я уже подготовил цилиндры поршень. купил поршень оказался в нормальном состоянии. купил кольцо поршневое. ставлю кольцо. промыл хорошо все остальные части для того чтобы собирать. неудобно вставлять кольцо в поршень в цилиндр. поэтому вы должны взять так чтобы замок. важно не перепутать местами. если снимаете поршень не перепутать местами. не поставить наоборот. замок кольца со стороны входа. со стороны карбюратора. тут ясно видно. это сторона оглушитель. это сторона карбюратора. выставляете так чтобы колечко смотрела посредине. и просто сверху его вставляем. здесь так направляется кольцо и поршень. что он туда само заходит. предназначены там такие пазики. там направлять сложно. поэтому просто и он должен туда встать. все ставим. теперь что необходимо сделать. на силикон поставить хороший силикон. можно прокладки. у меня есть хороший специальный силикон. самый дорогой какой есть. это виктор рейнс. не реклама. просто считаю что он самый лучший. промазываем там где сальники промазывать не надо. сами сальники будут держать. вот здесь поверхности здесь и здесь промазываем силиконом и закрываем. не буду вам показывать. просто промазываем закрываем. единственное что нужно сделать это сначала обезжирить растворителем обыкновенным растворителем 646. полностью все обезжириваю. намазываю и закручиваем. хотел сказать что во первых я когда промазываю силиконом промазываю обе части и нижнюю и верхнюю. таким образом уже убедился что действительно силикон стал прилип. между собой он точно прилипнет. нигде нету пропусков. ну и по закручиванию здесь как обычно нужно закручивать крест-накрест. усилия в принципе не такие большие, но постепенно. увеличиваем нагрузку постепенно. сначала так. потом потихонечку дотягиваем. дотягиваем. как обычно. не думаю что это для кого-то секрет. особенно для тех кто самостоятельно ремонтирует двигатель. потихонечку без фанатизма втягиваем. потом приступаем к установке в корпус. в корпус устанавливаем в обратной последовательности. маховик я и не снимал. сцепление пришлось снимать. помним что не буду показывать. помним что сцепление с левой резьбой. закручиваем против часовой стрелки. ну и также для того чтобы закрутить пользуемся веревочкой. засунули и закручиваем. при установке сцепления помним что нужно подшипник смазать. я смазываю смазкой шрус. кто-то делает по-другому. у каждого свой способ. имеет место быть. точно также закручиваем. еще хотел напомнить вам что перед тем как вставлять поршень в цилиндр его нужно смазать. я смазываю полусинтетикой или синтетикой какая у меня есть. у меня есть например такой эльф скутерное трансмиссионное масло. желательно чтобы это было полусинтетикой. смазали тогда вставляем для того чтобы при первом пуске. чтобы смазка там была. приступаем к закреплению. сначала сцепление точно также. вставляем веревочки. затягиваем. затем в обратной последовательности все покручиваем. еще одну особенность хотел показать. значит как ставить правильно катушку зажигания. я уже попробовал. у меня получается 3 слоя бумаги обыкновенной пищей а4 формата. ставил 2. закручиваю. черкается. ставлю 3. еще тут такой момент. клиент принес. нет насвечника. просто привлекал проводок. купил насвечник. в магазине продается. вот такой комплект. насвечник и такая пружина. пружина этими острыми краями. это всего безусловно. их Linам trend Dot.